Итак, привет! Сегодня у нас, по-моему, 29 августа, или... да, 29 августа, суббота, и у меня возникло спонтальное желание заснять влог. Я что-то вообще встала утром, короче, приготовила классную кашу на завтрак. Ну, там вообще было, короче, классно, но у меня камера была разряжена, поэтому я что-то не додумалась заснять. Вот, и потом что-то я села после завтрака, включила YouTube, включила одну девочку классную, ну, она, по-моему, китаянка. Ну, короче, у неё классные очень влоги, я смотрела, и мне дико захотелось кучу всего сразу сделать. Мне захотелось сходить пирог приготовить, там, захотела дневник пописать, вообще, короче, кучу прилив, в общем, прилив силы, кучу всего сразу захотелось сделать. Но в итоге, типа, я просто хотела погулять сейчас со Стешей, вот, я как раз планирую сейчас пойти на улицу, чтобы, ну, как бы, поехать к ней. Вот, ну, поэтому я не особо успела что-то поделать, но я протёрла подоконник, поставила шмотки стираться, поэтому, да, продуктивненько, продуктивненько, прибралась немного. Так что, да, вот сейчас вы будете лицезреть мой мини-влог, наверное. Итак, я вам сейчас покажу свой лук по мере возможности, но у меня тут всё захламлено, короче, извиняюсь, у меня просто переезд идёт глубоком ходом. Короче, я сегодня в чёрных вельветовых штанах, потому что у Феи, у Стеши есть такие же, я хочу, типа, с ней быть на одной волне. Вот, вельветовые штаны, чёрная футболка по классике и классные, зачётные носочки, вообще, 10 из 10 просто, вот, да. Классно! Навстречу к приключениям. Не особо видно было, вот, у меня один носок вот такой, другой носок вот такой. Мне, короче, вообще нравятся тут дома, такие дома, ну, типа, они вроде бы обычные, оранжевые, но всё равно прикольные. Там, короче, из одного окна постоянно котик выглядывает, я один раз его снимала, но я не знаю, сидит он там или нет. Тут дети орут, как всегда, ну, короче, вообще, тут прикольненько. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я купила себе кофе и еду, в общем, в метро. Вот, всё круто, я в маске, потому что коронавирус. Вообще, короче, я раньше всегда покупала в Кофиксе кофе, а оказалось, что в Кофиксе оно стоит 120, за сколько-то там, ну, типа, за 400, по-моему, миллилитров. Типа, типа, в офф-прайсе оно за 450 миллилитров стоит 100. Ну, в итоге я там купила сегодня. Вот, там ещё были всякие вкусные плюшки, но я подумала, что надо воздержаться, и решила, что рано или поздно когда-нибудь я вернусь туда за этими плюшками. Вот. Иду сейчас, еду к Стеши, будем с ней тусить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой поезд красивый тут стоит, прикольно. Вышла, короче, на своей станции, ну, как, на моей, уже не на моей, но на моей бывшей станции. Короче, поезд красивый, да. 10 из 10, я считаю, успех. Допила свой кофе и топаю к Стеши. Я, короче, оказывается... Вообще, всё, отмены, отмены, отмены информации. Вышла, иду к Стеше навстречу. Короче, прикол. Я такая, думаю, сегодня утром, вот, я вчера ходила, у меня была с собой кофта, я её ни разу не надела, и подумала, блин, наверное, сегодня тоже достаточно тепло, не буду брать с собой никакую кофту, и так сойдёт. В итоге сейчас такая, говорю, Стеша, Стеша спрашивает, типа, что, как тут холодно? Я такая, говорю, ну, типа, ну так, прохладно, но я, конечно, пожалела, что не взяла с собой кофту. Она такая, в смысле, ты в футболке? Я такая, ну да, что она такая, тут 17 градусов, по прогнозу. Я такая, ой, Серёжа мне ещё такой говорит, надо было посмотреть прогноз погоды. Я такая, да ну, этот прогноз погоды, типа, вчера по прогнозу не было дождя, а он был на самом деле, типа, я не верю прогнозу. Ну, и в итоге, нет, в целом нормально, конечно, 17 градусов в футболке, но, в общем, да, иду к Стеше навстречу безудержное веселье. Здравствуйте. Я еду к Стеше, потому что она как буша, и ещё не старалась. Называется, я за полтора часа доехала до неё, она до сих пор не вышла и не сомневалась. Успех. Я хочу попросить у Стеши кофту, потому что всё-таки у меня холодно достаточно. Я сижу в Бомжи, сижу в Бомжи, с Теши. Это не её дверь, это дверь, это, типа, подъезды, ну, не подъезды, ну, короче, это где-то куча квартир, и, типа, дверь в главную, как в коридор, короче. Так же я тут сижу. Ой, господи, лифт, ездит, 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 как будто бы страшно, кто тут сейчас выйдет, выйдет и увидит, как я тут как бомж сижу, но уже не сижу, потому что как бомж. Ты с Теши, почему так долго? Здравствуйте, неожиданно. Короче, он выплюнул наши фотки. Мы напечатали фотки из ВК. О, качество, короче, топовое, вообще. У меня, правда, фотик в расфокусе, но всё равно миленько. Так что, да, вот, тут фотки, короче, мы печатаем. Здравствуйте, до свидания. У нас тут, короче, пикник. Стеша вышла, потому что ей позвонили, мы сидим в Дудо. Тут музыка, и, небось, на неё будут авторские права, но, короче, всё нормально. В общем, обычно вот там всегда сидим, там стоит вот эта вешалка, и туда нельзя пройти. Это обидно, короче, вот, да. Вот, теперь снимаю. Здравствуйте, до свидания. Приятного аппетита. Вкусно вам, да? Ам-нам-нам. Вот, Сеша, наконец-то, закончила все свои организационные моменты. Она вся моя. Мы с ней сидим, тусуемся вообще. Я снимала, как я плачу. Ну, там не видно, что ты плачешь. Ты там просто из квартиры выходишь. В общем, мой день завершается тем, что я приготовила яблочный пирог, собственно, который хотела приготовить сегодня утром. Вот так он выглядит. Я его ещё не пробовала. Скоро попробую и узнаю, насколько он вкусный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!